Пенсионный возраст и слабое зрение не должны препятствовать полноценной жизни. Это в очередной раз доказывают участники подмосковной программы «Активное долголетие». Какие развлечения предлагают незрячим людям в рамках ежегодной акции «Белая трость» в Люберцах, узнавала наша съемочная группа. «Когда ж ты добрее, чем синих под небесе, а сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, ты даже не знаешь, какое ты счастье». Проблемы со зрением для активных граждан не помеха. Яркий пример – слепой актер радиотеатра Гомер Николай Кирвас. Дважды в месяц он читает стихи и рассказывает анекдоты в Центре социального обслуживания и реабилитации Люберецкий. Получателям социальных услуг это повышает настроение и показывает, что унывать не нужно ни в какой ситуации, даже когда у человека отсутствует зрение на 100%. На базе центра люди с ограниченными возможностями пробуют себя в новых дисциплинах и приобретают полезные навыки. Для социальной адаптации слепых здесь проводится международная акция «Белая трость». «Нас пенсионеров собирают, развлекают здесь, даже массаж делают, бесплатные нам песни преподают, мы поем, танцуем, так что у нас очень весело, экскурсии нам проводят». Открывать для себя новые увлечения никогда не поздно, и это полностью подтверждает реализация программы «Активное долголетие». В йоге, скандинавской ходьбе, танцах и различных видах творчества могут проявить себя пенсионеры. Проект предлагает участникам улучшить свою компьютерную грамотность и насладиться туристическими поездками по Подмосковью. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ.